Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич, а можно ли с детьми и родителями делиться вашими практиками? Да, можно с детьми и родителями делиться. Я практики не передаю, сумма была большая, поделилась только этой, но теперь буду знать, и вообще ни одной. Спасибо, пожалуйста. Данная практика является практикой. Мне ее показали, я перенес или отдал ее людям. В случае, если люди начинают это все раздавать, то в дальнейшем у них это работать не будет. Так было с мантрой когда-то, мантра Оммани Падмахум. Данная мантра Оммани Падмахум, когда ее впервые озвучила Валакитишвара, то человек читал один раз или десять раз мантру Оммани Падмахум и излечивался от всех заболеваний. Также у него исчезали все проблемы в жизни. Эта мантра и сам Валакитишвара стал очень-очень знаменитым существом, пророком, скорее всего, мессией. И в дальнейшем она очень мощно работала с людьми, помогая им. То же самое с христианской мантрой «Отче наш, Жи Си на небеси» или с аятами в исламе определенными. В случае, если это знали люди посвященные, то это работало очень ярко. А теперь такой пример. Есть золотая дверь, но каждый день к этой золотой двери подходят очень грязные люди и обтирают эту золотую дверь. Со временем эта дверь покрывается грязью и через сто лет уже вместо золотой двери находится дверь, на которой очень толстым слоем висит засохшая грязь. Данная дверь уже не вдохновляет ни сознание, ни сердце, а толщина грязи создает зловоние, очень неприятный запах и очень неприятный цвет. Естественно, так же происходит с эзотерикой. В случае, если было передано определенному количеству людей мантру «Омани падмэхум», то данная мантра работала только в том случае, если ее использовали в оздоровительных целях маленькое количество людей. Но когда они начали знать огромное количество людей, миллионы людей, у этих людей не было, эти люди, они ее запятнали после этого своим безнравствием, отсутствием милосердия, амбициозностью, внутренней черствостью, они сделали все для того, чтобы эта мантра перестала работать. Так же и с моими кодами, так же и с моими практиками. Почему я слежу за тем, чтобы это не было в свободном доступе, особенно магическая первая ступень и вообще моя магическая школа? Я борюсь за то, чтобы эзотерика была эффективной. Именно это и нравится мне в моем эзотерическом пути. Я первый человек, который сказал, что эзотерика может быть эффективной, что она может работать очень эффективно и быстро, что эзотерика может быть очень яркой системой работы над собой, что она открывает новые горизонты и дает новые возможности человеку. ну и почему я не хочу чтобы это знали все люди дело в том что большое количество людей они запятнают и после этого сделают все для того чтобы в дальнейшем мы это не могли использовать и вы как те люди которые просто так этим делятся столкнетесь с тем что мои же практики спустя там 20-30 лет перестанут функционировать или перестанут работать с вами почему я не буду в этом виноват потому что если искать виновных то это точно буду не я так как я конкретно слежу за тем чтобы это не распространялась просто так